В этой неделе я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия день за днём». В студии Пётр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Мечта нескольких поколений якутиан начинает сбываться. Президент России Владимир Путин заявил, что Ленскому мосту быть. В Якутии, Магадане и Хабаровском крае может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. О необходимости введения заявил глава МЧС России. Якутские вольники завоевали шесть наград высшего достоинства на международном турнире Павла Пенигина. Расскажем, кому достались лавры победителей. Центральная избирательная комиссия Якутии приняла документы для участия в качестве кандидата на должность главы республики Уайсена Николаева, выдвинутого от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета избирательного фонда. Напомню, выборы главы региона пройдут с 8 по 10 сентября текущего года. Оперштаб Якутии призывает пользователей интернета быть осмотрительными при распространении недостоверной информации о ходе проведения спецоперации. Постоянный поток информации, поступающий в том числе из непроверенных интернет-источников, приводит к появлению и распространению недостоверной информации. В последнее время мы участились в случае распространения в социальных сетях и средствах массовой информации, в интернет-мессенджерах непроверенной информации о потерях Вооруженных сил Российской Федерации и других негативных сообщениях в отношении дискретации Вооруженных сил. Попрошу всех опираться только на проверенные источники информации, на проверенные официальные средства массовой информации и руководствоваться только официальной статистикой Министерства обороны Российской Федерации в данных вопросах. С декабря прошлого года на территории Якутского кадетского школы-интерната ведется активное строительство. До конца этого года кадеты должны получить новое комфортное трехэтажное здание школы. Одновременно со школой ведется и строительство нового контрольно-пропускного пункта и насосной станции. По завершении первого этапа начнется второй. Это возведение здания интерната. На стройке побывал мой коллега Александр Хавренко. Якутская кадетская школа-интернат была основана в 2000 году. Тогда под ее нужды была передана территория бывшей военной части. Дети и преподаватели жили и обучались в административных зданиях и казармах 80-х годов постройки. В скором же времени их ждет большое новоселье. Благодаря реализации федеральной программы образования и региональной программы «Новая школа» правительство республики приняло решение о строительстве новых корпусов для кадетской школы. И в декабре 2022 года строительство началось. На данный момент идет завершение возведения коробки здания, так называемой. Это каркас здания монолитный. Ведется бетонирование последнего перекрытия. Как раз на заднем фоне, наверное, видно. В течение двух недель каркас монолитный будет завершен. Дальше идет закладка блоком. Внутри начались электромонтажные работы, штукатурка. В новом трехэтажном здании на 4,5 тысячах квадратных метров расположатся учебные классы, лаборатории, библиотека на 160 мест, столовая на 100 мест и просторный спортзал. На данный момент ведется строительство первого этапа школы на 200 учащихся. И сейчас ведется работа по устройству колонн второго этажа и устройству перекрытия третьего этажа. На данный момент стройготовность составляет 23%. Также ведется кладка контрольно-пропускного пункта и устройство насосной станции. Вторая очередь, это у нас интернат на 125 мест. Будет построена в следующем году. По заверению подрядчиков, строительство идет согласно графика. К декабрю здания школы будут полностью возведены, завершатся отделочные работы и начнется комплектация школы необходимым оборудованием и мебелью. Первый звонок в новой школе прозвучит весной 2024 года. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутии, Магадане и Хабаровском крае может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. О необходимости введения заявил глава МЧС России Александр Куренков на координационном совещании. Во всех названных регионах складывается сложная ситуация с природными пожарами. В частности, в Якутии из-за аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз возникло в разы больше пожаров, чем неделя ранее. Глава региона Айсен Николаев попросил Александра Куренкова рассмотреть возможность выделения региона еще двух вертолетов Ми-8. Федеральный министр озвученное предложение поддержал. В рамках организации профилактической работы с детьми инспекторы ГОШ постнадзора Якутска совместно с представителями столичного республиканского отделения ВДПО проводят занятия во всех детских оздоровительных лагерях. Ребятам разъяснили для чего и как используется пожарно-спасательное оборудование и какие средства спасения людей применяют при пожарах. Тему продолжит Марина Захарова. Профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях проводятся ежегодно. Главной целью является приобщение детей к правилам пожарной безопасности и закреплению их знаний в данной области. Работы проводятся в познавательной игровой форме, чтобы помочь ребятам лучше заполнить полученную информацию. Сотрудниками Государственного пожарного надзора ежегодно проводится совместно с представителями ВДПО в предыдущих мероприятиях в местах оздоровления детей. Также ежегодно мы проводим благотворительную акцию. Сегодня посетили детей-сирот и детей, оставшиеся без пообщения родителей. Вручили им памятные подарки, фрукты и так далее. Дети очень рады нам. Дети активно участвуют в наших мероприятиях. Провели беседу на тему пожарной безопасности, практические занятия, провели викторину. Особый противопожарный режим высокого четвертого класса на территории Куска был установлен 4 июля и будет действовать до 3 августа. За прошедшие сутки было зарегистрировано свыше 30 природных пожаров, а ликвидировано 11. Запрещены въезд транспортных средств в лесные массивы, посещение лесов населением, использование мангалов и иных приспособлений тепловой обработки, а также разведение костров. С населением продолжат проводить профилактическую работу. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано свыше 300 природных пожаров. Проводится интенсивная работа сотрудниками органов Госпошнадзора по выявлению лиц, причастных к этим пожарам. Также организованы рейдовые мероприятия совместно с органами МВД, администрациями районов и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в ежесуточном режиме. Так, уже выявлено свыше 30 виновных лиц в возникновении природных пожаров, 6 виновников по лесным пожарам, остальные это по ландшафтным пожарам. Ежесуточно в усиленном режиме проводятся рейдовые мероприятия патрульно-контрольными и патрульно-маневренными группами. Установлены посты, запрещающие допуск граждан в леса. Жители и гости столицы смогут отдохнуть в специально отведенных местах, о местоположении которых можно узнать на сайте администрации города. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. В аэропорт Магана накануне прибыл первый из двух новых многоцелевых вертолетов Ми-8, приобретенных в лизинг по контракту с государственной транспортной лизинговой компанией. Первый зампред правительства Дмитрий Садовников лично осмотрел воздушное судно, оснащенное новейшим оборудованием, которое значительно повысит его эффективность. Обновленное светотехническое оборудование повысит безопасность при полетах, ну а светодиодные аэронавигационные огни улучшат видимость как при взлетах, так и при посадке. Также была увеличена емкость топливных баков, чтобы повысить дальность полета до 1050 километров. Основными задачами данных вертолетов являются выполнение санитарных заданий, социально значимые пассажирские перевозки и тушение лесных пожаров. Такие вертолеты нам, повторюсь, очень нужны при выполнении санитарных заданий, рейсовых, ну и, конечно, лесопожарные обстановки, они играют большую роль. И последний раз компания приобретала вертолеты 5 лет назад, в 2018 году. И сегодня я считаю, что могу, как говорится, поздравить и компанию, и жителей тем, что полярные авиалинии приобретают и пополняют свой парк. Мечта нескольких поколений якутян начинает сбываться. Президент России Владимир Путин заявил, что Ленскому мосту быть. О чем говорит подтверждение президента и какой эффект возымеет уникальное архитектурное сооружение в нашем следующем материале. Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. Второе, мост, конечно, будем строить. Этими словами президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Ранхикс подтвердил давнюю мечту всех жителей республики. Ленскому мосту точно быть. Сегодня этот грандиозный инфраструктурный проект – это не просто соединение левого и правого берегов. Это символы единства с запада и востока страны. Самый, что ни на есть, мост в будущее не только Большой Республики, но и всего с северо-востока страны. В начале июня проектно-сметная документация мостового перехода была передана на рассмотрение глав госэкспертизы страны. Также строительство Ленского моста включено в мастер-план развития столицы. В мастер-плане развития города Якутска ключевой проект – это строительство мостового перехода через реку Лена. Сегодня наш город уже один из крупнейших городов и самый быстро растущий город на Дальнем Востоке. Круглогодичная автомобильная связь для города важна для его дальнейшего роста. Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал и сказал, что будет мост строиться. Со строительством моста у нас пойдет кумулятивный эффект развития города Якутска. Я думаю, городская агломерация будет сразу на двух берегах нашей реки Лена. Проект Ленского моста разрабатывался с учетом особых условий строительства и эксплуатации. Низкие температуры зимой, интенсивный ледоход, сильные паводки и сложная логистика завоза материалов на крайний север. Здесь будут применены самые современные технологии в мостостроении, существующие сегодня в мире. Строительство будет вестись с применением самых последних технологических решений, включая BIM-технологии. Немаловажная часть будущего моста – это подъездные пути к нему, которые уже активно строятся. Мы два года назад уже ликвидировали несанкционированную свалку, проводили работы по строительству, трассировке подводящих дорог. И вот сейчас, как все жители города Якутска знают, идет строительство четырехполосной дороги в южном направлении. Это как раз таки подъездной путь к мостовому переходу. Сегодня Якутия вплотную подходит к началу строительства Ленского моста, следовательно, и исполнению давней мечты каждого якутянина. А заявление и поддержка президента страны – это, как считают эксперты, сигнал того, что власти Якутии смогут довести строительство до конца. Петр Васильев, Евгений Бадин, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире итоги недели мы продолжаем. Появление в поликлиниках психологов, начало работы Банка данных экстремистских материалов и введение акциза на сахар, содержащие напитки. Лена Андреева расскажет о нововведениях в законы второго месяца лета. Финансовые организации с 1 июля снизили предельные ставки с 1% до 0,8% от суммы долга в день. В силу вступили поправки, ограничивающие процентные ставки по краткосрочным кредитам. Изменились также лимиты и для займов до 10 тысяч рублей на срок 15 дней. Для таких спецзаймов микрофинансовые организации не смогут начислять больше 1% от выданной суммы в день вместо 2%. С 1 июля можно получить и отправить документы в налоговые органы через госуслуги. Для этого нужно предварительно направить в налоговое уведомление о необходимости получения документов с помощью единого портала. Дальневосточные и арктические гектары с 1 июля можно взять через госуслуги. Изменения позволят гражданам, не теряя права на гектар, однократно отказываться от участка, если не получается использовать так, как было запланировано. При этом после можно будет получить бесплатно другой земельный участок. 1 июля упрощается процедура добровольной ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса. Эту процедуру могут пройти только те предприятия, у которых нет долгов по зарплате и налогам, недвижимого имущества и транспорта в собственности и записи о недостоверности сведений. Теперь для добровольной ликвидации достаточно будет заявления от принявших такое решение учредителей юридического лица. Водители по полису ОСАГО смогут оформить ДТП в электронном виде через госуслуги. Если ДТП оформляется по европротоколу, то есть в нем нет пострадавших и участвуют два автомобиля, при этом возможность оформления ДТП очно тоже сохранится. Все необходимые документы для участников ДТП формируются в личном кабинете и дальнейшее взаимодействие со страховыми компаниями ведется также на портале госуслуги. С 1 июля взимают акциз в размере 7 рублей за литр сахосодержащих напитков. Платить придется за напитки с сахаром или подсластителями, с сахарным сиропом, медом, в которых объемная доля углеводов превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка, а содержание этилового спирта составит не более 1,2%. Акциз надо платить с напитков, упакованных в тару. Исключением является продукция, произведенная предприятиями общепита. 1 июля в России введен единый порядок оформления компенсации льготникам расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Сама форма заявления унифицирована и в постановлении приводится перечень документов для получения льгот. Большую часть документов госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Но, например, такие документы, как иностранное свидетельство о рождении или заключение брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость придется предоставлять самостоятельно. При этом обязательным условием получения компенсации оплаты ЖКУ остается отсутствие задолженности за коммуналку. И подать заявление можно как лично, так и через портал госуслуги или МФЦ. Сроки рассмотрения заявлений ограничены 10 рабочими днями. По стопам Алины Кабаевой в Якутске прошло заседание Президиума Федерации художественной гимнастики, на котором были рассмотрены итоги работы за первые полугодия, а также планы на будущее. На встречу приехали члены сборной республики, которая тренируется в Ульяновске. С перспективными спортсменками встретилась и наш корреспондент Мария Кардашевская. Сегодня Федерация художественной гимнастики в нашей республике представлена четырьмя детско-юношескими спортивными школами и шестью клубами. Занимаются гимнастикой в Якутии около тысячи детей. Сборная Якутии выступает тремя составами в групповых упражнениях. Одна команда выступает по программе мастеров спорта и две команды по программе кандидатов в мастера спорта. Члены последней уже в этом году собираются выполнить нормативы на присвоение звания мастера спорта. Сегодня Федерация работает над тем, чтобы усиливать свой тренерский состав. Ведь мы понимаем, что любой вид спорта, в том числе художественная гимнастика, она может развиваться только если есть квалифицированный тренерский состав. Девочки живут и тренируются в Ульяновске. Они приехали в республику сдать школьные экзамены. Ну а уже послезавтра спортсменки вернутся к тренировкам и подготовке к основной цели – сдача норматива на мастера спорта. Тренировочный процесс у них достаточно сложный. Тренируются они как минимум шесть часов каждый день с одним выходным в неделю. Свободное время у них как раз уходит на подготовку домашних заданий, отправку домашних заданий учителям, получение оценок в школе. Вот, учатся девочки при этом хорошо, никто не отстает, так что успевают все. Жизнь у них насыщенная, сложная, но интересная. В художественной гимнастике, как и в любом профессиональном спорте, остаются надолго самые выносливые и целеустремленные. Одна из команды – Дарья Махначевская. Она пришла в художественную гимнастику в пять лет и с тех пор непоколебимо идет к своей цели. Мне нравится взаимодействовать с детьми, потому что они такие маленькие и хочется чему-то научить постоянно. Ну, я уже была к этому готова, понимала, к чему я иду все эти 10 лет, потому что я уже в спорте, поэтому, да. Ю никогда ничего не останавливало, ничего. Она всегда шла вперед. Доченька у меня такая, ну, сказать, по характеру боевая. Помимо одной сборной, совсем скоро на защиту чести республики выйдет и второй состав. Сейчас девочки проходят обучение в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки в Новогорске. Ну, а уже в следующем году выступят на восьмих летних международных играх «Дети Азии» в Якутске. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские вольники завоевали шесть наград высшего достоинства международного турнира Павла Пенигина на призы компании «Железной дороги Якутии». На коврах спорткомплекса «Триумф» на протяжении шести дней лавры первенства оспаривали спортсмены из разных регионов России, а также зарубежных стран. Об итогах турнира в следующем материале. В турнире участвовали 818 юных борцов из Монголии, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. Команды из Крыма, Бурятии, Тувы, Ингушетии, Калмыкии, из многих областей России и почти со всех районов нашей республики. Хочу подчеркнуть и благодарить нашим генеральным спонсорам «Железная дорога Якутии», который проводит этот турнир. Вот наши гости, вы все приехали здесь бесплатно, которые оплатили «Железную дорогу Якутии». Вы здесь живете бесплатно. Нигде такого нету. Конкуренция по всем весовым категориям была острая. Побеждали, конечно, наиболее подготовленные. Это борцы республики Саха, Ингушетии, Дагестана, Тувы и Забайкальского края. Но и гости привезли перспективных спортсменов. Победителям и призерам награды вручали знаменитые спортсмены и генеральные спонсоры турнира. Хорошо поборолся. Пять кругов. Соперники хорошие. Все достойные. Хорошо тренировался и первое место занял. Мы очень рады тому, что мы участвуем в развитии юношеского и детского спорта в республике. Привлекаем внимание других регионов, других стран к этому виду спорта, к нашей республике. И мы надеемся, что по результатам вот этих вот ежегодных соревнований будут появляться новые звезды именно с нашей республики. Турнир прошел на высоком организованном уровне. Юным борцам он дал соревновательный опыт. А наши тренеры отбирали претендентов в сборную Якутию на игры «Дети Азии» 2024 года. Новый якутский Сергей установили в парке Коломенское в Москве. Уже сегодня их смогут увидеть жители и гости столицы во время национального праздника Исэх. Две новые канавязи заменили старую. Установку Сергея провели согласно якутским обычаям. О том, как это было, в материале Айсены Бурнашовой. Сергея – священная для каждого якута-канавязь. Символ родного дома в Москве. Чтобы проститься со старыми столбами к верхним божествам Аи, обратился Алгасчит. Просил духов снизойти милостью, не спаслать благополучия. Эти деревянные Сергея установили в 2007 году. 16 лет канавязи украшали местность. 16 лет объединяли гостей Исэха. Теперь встречать жаркое якутское лето и кружить Асохой москвичи будут у новых Сергея. Два столба, как символы женского и мужского начала. Верхушка первого украшена цветком – якутской лилией. На макушке второго – божество джигегёй в образе коня. Оба покрыты серой краской. Цвет необычный, но так они сочетаются с основным металлическим Сергея. Семь дней мы это изготавливали. И это было в июне в местности Николина гора. Мастер делает рисунок. Я обтачиваю, крашу. Ну и там другие работы. Какие скажет мастер Александр Кириллович Павлов. Наконец, сегодня, в самый первый жаркий летний день в Москве, мы это установили. Я был уверен, что всё получится, потому что дело хорошее. Установили символ мира, дружбы, гостеприимства. Основную работу проделал мастер Александр Павлов. Каждый узор прошёл через его руки. Сергея, как и полагается, выполнена из лиственницы. Её специально привезли из Сибири. Уже восьмого числа два новых столба в едином ансамбле с металлическим встретят гостей из цеха. Мастер и его помощники надеются, что Сергея прослужат долго. Гарантия на каждое – сто лет. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших респондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия» день за днём. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за её пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует...